Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 1 ноября. Давайте посмотрим с вами на графике Еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта в целом выросла в первую половину дня после данных по инфляции. Вышел у нас индекс потребительских цен. Оказалось, он выше прогнозов экономистов за октябрь. 2% против 1,7 месяцем ранее. И базовые цены вовсе не опустились, как ожидалось, до 2,6%, а остались на уровне 2,7%, что, собственно, помогло евро вырасти, так как очевидно, что на фоне инфляционного всплеска, который в целом ожидали все европейские политики к концу этого года, никто торопиться дальше с снижением процентных ставок не будет, хотя экономика еврозоны, как показали последние данные, в этом нуждается как никогда. Уровень безработицы остался без изменений, 6,3%, хотя и прогнозировался небольшой рост, что в целом также было воспринято в пользу покупки европейской валюты. Но во второй половине дня вышли у нас хорошие данные по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице. Видим, что и отчет этой DP, и недельные данные по пособию по безработице пока радуют, и на что, собственно, американский доллар отреагировал укреплением. Вышли у нас данные по индексу расходов наличного потребления. Это показатель, на который Федеральная резервная система смотрит довольно серьезно, так как является ориентиром инфляционным. И там за сентябрь составил рост 0,3%, 2,7% годовых так и осталось. Никакого снижения не произошло, что, собственно, опять же, трактовалось в сторону покупки уже американского доллара. Доходы американцев подскочили, это указывает, в принципе, подскочили расходы, что указывает на вполне вероятное сохранение инфляционного давления на текущих уровнях. И даже, может быть, оно будет выше. Собственно, что касается сегодняшнего дня. Он очень важен с фундаментальной точки зрения. Давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь. Что никакой важной статистики по еврозоне не выходит. Индекс цен на жилье по Великобритании публикуется. Но, собственно, индекс применяет для производственной сферы. И на этом все. Конечно же, акцент будет сделан на уровень безработицы. Ожидается, что в США он останется без изменений 4,1% и на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. И там ожидается рост всего лишь на 106 тысяч после 254 в октябре. Но очень важно, как данные выйдут в соотношении с прогнозами. Да, может быть, у нас и будет замедление. Хотя отчет от EDP удивил многих. Там рост в частном секторе оказался намного выше прогнозов экономистов. Ну, если аналогичная ситуация произойдет у нас с числом занятых в несельскохозяйственном секторе. Допустим, в октябре было 254, прогноз 106. А будет показатель на уровне 200 тысяч. То, очевидно, американские доллары отреагируют ростом. И поводов для снижения федеральной резервной системы процентных ставок станет куда меньше. Опять же, это все будет играть на стороне того же доллара. Если данные разочаруют, а 106 тысяч – это и так довольно низкий показатель. Если данные кажутся еще ниже, то очевидно, что евро, британский фунт могут восстановиться. И американский доллар продолжит дальше терять позиции. Так что смотрите на этот отчет и действуйте уже непосредственно после его публикации с первичным анализом. Также у нас выходит производственный индекс ТСМ по США за октябрь этого года. Там ожидаются данные ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производственной активности. Это также все не на стороне американского доллара. Так что будьте сегодня внимательны. Что касается непосредственно технической картины. Часовый график евро-доллара. Я не думаю, что мы увидим какие-то серьезные движения в первой половине дня. Поэтому снижение формирования ложного пробоя 0.866 – хорошая точка входа на покупку. Идем мы на 0.887, но прорыв закрепления выше этого уровня. Слабые данные по американскому рынку труда. Все это сигнал на покупку и прямой путь 0.915 – 0.935. Здесь посмотрю продажи на сколько с движением – 15-20 пунктов. Короткие позиции от 0.915 к 0.887 буду открывать только при формировании ложного пробоя. Если после данных по США мы сильно падаем, возможно, что-то попытаются покупатели показать на 0.846. Но если данные превзойдут прогнозы экономистов, окажутся лучше, что укажет на сохранение стабильности на американском рынке труда. То в таком случае может быть где-то покупки посмотрю на 0.813, либо на отскок от 0.788 в расчете на ту же коррекцию в 25-30 пунктов. Что касается британского фунта, видим, что все-таки медведи победили. Тот бюджет, то повышение налогов, которое представил у нас канцлер казначейства в Великобритании, конечно, было встречено продажами британского фунта, так как не все довольны с тем, какое положение дел сейчас в экономике. И, собственно, те изменения, на которые пошла канцлер, пока трактуются в сторону продаж британского фунта. И, по всей видимости, помогут остановить медвежий рынок только хорошие данные, плохие данные по американскому рынку труда. Если цифра окажется лучше прогнозов экономистов, скорее всего, британский фунт продолжит свое падение. Поэтому с покупками торопиться не буду, может быть, на фоне отсутствия фундаментальной статистики в первой половине дня. Ложный пробой на 28.75, хорошая точка входа, идем мы на 29.04, ну а выход за пределы этого диапазона, проторговка, прорыв с обратным тестом, все это дополнительные точки входа в длинные позиции на 29.32, 29.61, но я думаю, этот уровень мы увидим, возможно, только после американской статистики. Продажи на отскок 29.96, 29.61 в расчете на ту же коррекцию в 25.30 пунктов. Если медведи в первой половине дня уже защищают 29.04, то это хорошая точка входа на продажу. Идем мы на 28.75, прорыв с обратным тестом, сильные данные по американскому рынку труда, все это приведет к обновлению очередного месячного минимума, выход за пределы 28.45, и это открывает нам дорогу к 28.00, 27.64. Здесь посмотрю покупки на отскок с движением 35-40 пунктов, но длинные позиции от 28.45, 28.00 только при формировании наложного пробоя. Всем удачи и хороших выходов!